МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш программа сегодня приведет вам драма. В твой дом пришел Ажваш. Программа о том, что происходит вокруг. А если ты хочешь быть с нами всегда, знай, в пятницу вечера. Наш эфир. Все в мире повторяется и носит эдакий циклический характер. Вы случайно включаете ящик и вдруг видите меня, который зачем-то смотрит на вас и говорит... Двоеточие кавычки в эфире пилотный выпуск программы Ажваш новая версия. Здравствуйте. После чего кавычки закрываются. Сегодня в меню. Я встретилась, что все хорошо, но я встретилась, что максимум не будет. Артгенда 98. Сборная Риги в культурной столице мира. Байкеры толстеют. Размашистое открытие сезона. Кристо Потапа. Самый оттяжный, самый странный кинофестиваль в Латвии. А также холодные, горячие и перченые закуски. Наша сегодняшняя мифическая неделя прошла на редкость. Резво. Тут тебе и новости культуры, и, соответственно, субкультура, и, в общем-то, сама культура без новостей, впрочем, как и сами новости без культуры. Дело в том, что, если вы еще не в курсе, мы стараемся показывать в ящике все события, достойные, соответственно, показывания. Естественно, что в выборе сюжетов мы руководствуемся, прежде всего, показателем публичности, или, если хотите, массовости конкретного события, в связи с тем, что девиз нашей программы звучит не иначе, как программа о том, что происходит вокруг. Рижский дом конгрессов в своих солидных стенах принял всех желающих посетить вечеринку. Проходила она под девизом «Артгенда 98» и представляла из себя демонстрацию художественных проектов, непонятно кем отобранных для переправки на одноименный фестиваль в Стокгольм, который в этом году, напомним, считается культурной столицей мира. Это эксперимент, что не только интернет, но и проекти будут презентированы, потому что это традиция начинает срезать, что интернетом мастернике но и фото, а и объекты, и мастернике, то издали фантастически хорошо. Вот такие происходили вещи. Также в здании были обнаружены в нижнем челауте скопление почтенных людей, оснащенных портфелями, а на верхнем ярусе графика мистера Круминша и выставка детского творчества, посвященного электрическому току. Весь праздник труда в целом напоминал выставку достижений народного хозяйства, чем по сути своей и являлся. Атмосфера колебалась между праздником и напряженным трудовым буднем. Сами авторы проекта, вполне возможно, понимали это событие как генеральную репетицию и были серьезные и деловитые, словно люди, сидящие на чемоданах. Публика, в свою очередь, пришла просто оттянуться и побыть в курсе дела. И в общем, они прекрасно друг друга дополняли. Согласно телеге о культурной столице, город, которому присуждается это почетное звание, в течение года принимают арт-проекты со всего мира, теперь и из Риги тоже. Бабушки говорят, что в процессе возник только один вопрос. Каким образом набиралась латвийская художественная сборная и была ли возможность у многих и многих художников, работающих в нашем городе, узнать об этом проекте? Может быть, просто кто-то оказался в нужном месте в нужное время. Может быть, это все-таки лучшие люди актуальной культуры. Все может быть. Неформальные люди в столице делятся, пожалуй, на две категории – моторизованных и немоторизованных. Немоторизованные передвигаются как придется, а моторизованные объединяются в орден для того, чтобы передвигаться как им этого захочется. Данный рассказ – о вечеринке в спортманеже, приуроченной к началу лета и открытию сезона охоты дорожной полиции на моторизованных неформальных людей. На сцене играли прогрессивные рок-группы, а в баре под их шумок народ обзаводился татуировками по бросовым ценам, очевидно, готовясь к конкурсу, ставшему уже традиционным на подобных мероприятиях. За участие в этом конкурсе давали маечку спонсоров. Похоже, именно поэтому было так много желающих. В целом присутствие огромного количества разрисованных людей шокировало. За разъяснениями мы обратились к командиру «Братьев ветра», который отказался давать интервью нашей программе. Не обращая внимания на происходящее, некоторые взрослые мужчины играли с подвесными телефонами. Многие норовили хоть как-то поиздеваться над оператором. Другие решали домашнее задание по математике. Приколись, 2 плюс 2 умножить на 2 сколько? Отвечай сразу, не задумывайся. Тусовка была разношерстной. Директора телеканалов перележали с лицами младшего школьного возраста. Работники автосвалок делили бильярдный кий со странными людьми. Кроме того, присутствовали литовские коллеги по рулю и колесу. Апогеем мероприятия стало выступление группы УДО с легендарным гером Гиркшнайдером, который, не моргнув глазом, отработал на сцене час сорок. Стоит сказать также и о том, что в отличие от концертов новой версии моден-токингов или настолько же нужных статус-кво, снимать можно было всем, везде, все и при помощи любых девайсов. Очевидно, правы домохозяйки, говорящие, что кашу маслом не испортишь. Бабушки говорят, что несмотря на столь размашистое открытие сезона, к его закрытию в столице намечается раскол моторизованного движения. Смеем предположить, что в следующем году публика сможет посетить уже два независимых друг от друга мероприятия подобного характера. Продолжение следует... Каждый из нас отдыхает по-разному. Кому-то приходит в голову запираться с книжкой в спальне, кто-то считает отдыхом присутствие огромного количества децибелов на дискотеке, ну а кто-то вроде ажуажа пропагандирует отдых, можно даже сказать, оттяг публичного характера. Я объясню. Вместо того, чтобы ходить вокруг дома, ажуаж рекомендует вам сколотить прямо под окнами столик, поставить туда вертушку и озаглавить это все в какой-нибудь хоум-партии. Соседи наверняка откликнутся. Но еще можно вместо того, чтобы загорать на пляже, подбить друзей, устроить там марафон на лыжах под девизом «Майри хотя бы дзинтари», чтобы все знали, как надо отдыхать или если хотите оттягиваться. На истфаке Латвийского университета состоялась ежегодная презентация сборного альбома независимых латвийских рок-групп под названием «Одеколон 98». Этот концерт является большим событием для хилого латвийского андеграундного интертеймента, таким образом грех было его не посетить. Весь сейшн происходил на небольшой сцене в одной из аудиторий исторического факультета. Выступало много разных команд, но особенно запомнились нестареющие Иннокентийс Марплс, культовая группа латвийской панк-общественности. По углам толпились живописные радикалы, в зале сочувствующие им сепультуристы. Так держать, как говорится. А в организирующем клубе Бимени собиралась телевизионная тусовка. Поводом стала шестая годовщина безвозвратно канувшего в лету коммерческого телеканала IG. Зрелище заключалось в КВН-оподобном капустнике, участники которого непрестанно ностальгировали и расхваливали друг друга. На вечеринке был замечен генеральный директор канала господин Гильтайчук. В приветственной речи он сообщил собравшимся, что количество присутствующих масс-медиумов вызывает у него чувство глубокого удовлетворения, несмотря на то, что канала IG уже длительное время не существует в латвийском эфире. Закончилось все подписанием устного меморандума о ежегодном продолжении празднования годовщин, независимо от политической ситуации в стране. Недавно в Питере прошел ежегодный слет писателей-фантастов и соответствующих им фанатов. Тусовку посетил Гарри Гаррисон, реальный монстр сайенс-фикшн. Вручали призы, один из которых улитка, ползущая по медному срубу, другой пятикилограммовая фаллическая вещь на каменной подставке. Рожками от улитки открывали во время застолья пиво, а вещью взламывали двери. Гаррисона, который отдыхал в баре трое суток подряд, отвезли на Лебединое озеро. После этого кумир насладился экскурсией по заводу, производящему крупы и макароны. Здравствуйте, я абсолютно новый, очередной корреспондент программы «Ажуажа». Меня зовут Тин Тин. Так как программа «Ажуажа» имеет самое непосредственное отношение ко всему, что связано с пивом. Мы пьем пиво, мы пропагандируем его и желаем... Мы пьем пиво, мы пропагандируем его, мы пропагандируем этот чудесный напиток. Мы рекомендуем вам этот чудесный напиток. То мы почли своим долгом присутствовать на этом празднике, который посвящен 130-летнему юбилею фирмы «Алдарис». Как вы относитесь ко всему здесь происходящему? Прекрасно. Очень хорошо. И вы бы, наверное, хотели, чтобы таких... Обязательно. Обязательно. И чем больше, тем лучше. Сегодня, 2 сентября, фирма «Алдарис» выкатила много пива на набережную. По многочисленным слухам, завод «Алдарис» обещал, а может быть и не обещал, дать пиво народу просто так. Но, к сожалению, сегодня пиво продавалось по таким же ценам, по каким же и продается в обычных магазинах. Несмотря на то, что пиво все-таки не было бесплатным, как то долго муссировалось в народе, несмотря на это праздник удался. Народ нашел свой праздник. Народ пил пиво, народ выигрывал пиво в различные конкурсы. Скажите, пожалуйста, а что здесь происходит? Здесь? Объясняю. Мужики и женщины залезают на бочку. Вытаскивает здесь конверты с вопросами. Вот вытаскивает один конверт, где написано, что «Алдарис». Я смотрю, что там есть за вопрос. А здесь такой вопрос. Кто из пив, который делает «Алдарис», самая такая, ну, крепкая, крепкая? Отвечаешь, дай ему, дай ему, вот он знает ответ, вот вам солнечная фирма «Алдарис». Как вам понравился праздник? Ну, это праздник, ну, что праздник? Ну, обманули народ, обманули, да. Мы вот идем со стороны вокзала, да, и видим грустные лица людей, которые возвращаются отсюда, да. Думаем, что, ну, что, почему они такие грустные, да. Приходим, оказывается, пиво за деньги. То есть, я не говорю, что оно должно быть бесплатно, да. Но, в принципе, концерн «Алдарис», да, он же мог бы написать, что пиво, да, оно будет, но оно будет за деньги, да. А подразумевало, что пиво будут наливать всем. Или нам, нам праздник никто не испортит вообще, да. Народ веселится так же, как и веселился, если бы пиво давали на халяву. Смотрите, сколько здесь собралось людей. Вот только посмотрите, сколько здесь собралось людей. Посмотрите внимательнее. И всех их объединяет пиво. Да, их объединяет пиво. Эти многие тысячи людей там внизу объединяет пиво. Пиво открывается и сразу выпивается. И поскольку я один владелец этого пива, да, я могу рекламировать пиво, мне не жалко его. Просто, понимаете, этот день пивной. И поскольку я покупал пиво не дарма все-таки, а за свои деньги, но с чего я могу вам сказать по этому поводу. Спасибо. Вот. И всегда вот так заканчивается. Что, я могу вам помахать? Хотелось бы, чтобы таких праздников было больше. А я такой маленький, потому что питаюсь нерегулярно. Люблю ажуаш. Для тех, кто еще не видел новую рубрику программы «Ажуаш». Мы сообщаем, что керосин – это система неких акций, в процессе которых мы общаемся с жителями нашего города немного нестандартными методами. На этот раз керосин проводит акцию пропаганды родного рижского пива. А вот, например, как бы вы отнеслись к тому, что кто-то на улице предлагает вам выпить стаканчик пивка? Наливай. А, сейчас, да, сейчас будем наливать. Здравствуйте. Я уже не езжал. Коман. Наскрывай. Хорошо, нормально, да? Много не пей, просунешься. Хватит. Это можно с чем выпить? Да что? Сюда послал. Ядро. Красное. Нет, у меня работа сегодня ночная. У кого какая работа? Ну, не пью. Ну, не пью. Акция. Ну, и как она? Честь чего? Честь, в честь, в честь пива. Да? Да. А какое пиво? А какое пиво? А вот с риги раздражаем. Да? Попробуем. Честь символизм. Хорошая пива. Спасибо. Спасибо. Сколько стоит? Ну, сколько не стоит. Мы народ поздравляем. Мы с пивом пьем сами и других обращаем. А это что, как называется? Это пиво называется? Попробуй. Нет. Порощем пиво раздернуло. Только что пупо. Пиво? Пиво. А что вы боитесь? Ну как? Вкусно. Спасибо. Спасибо. У нас праздничек. А что праздновать? Пиво праздновать. Ну, там осень наступил. Нормально. Пиво пиво. Все? Ну, смотри, надо немножко еще. Хороший пиво. Хороший пиво. С Риги. Как же оно? С Сэн Риги. В общем-то, немножко выпьет пиво. Ну, тогда будем начинать. Да, я вообще-то больше люблю Тришнский пиво, местный пиво, чем... Так это и естественно Чем пиво, личный пиво, естественно И так далее И что человек, если живет в определенном месте, он должен есть То, что растет в этом месте Пить Потому что... В этом месте Я небольшое специальное пиво Но пиво ничего Пиво? Да, у нас такая акция сегодня Мы обещаем пиво, хотим, чтобы мы любим А я не пьюсь Пьюсь А че ты самоличество У нас акция тут Знаешь, мы осень пищаем Ну и так далее В праздничке вот И ты хочешь пить? А че? Да Ну как это? Нет, ты пей, пей Сколько? Пей А у нас ведро там стоит Смотри А, тогда надо куда-то идти Попить А чем обойдет? Я не боюсь Все? Ну что? Все? Да А можно еще двадцать пять? Мне одного хватит Так Поищи 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 Назад болело бурчунов Пива не хочу Да? Отлично Я вообще не пью Ну вот мы с вами пьем Хотим еще людей обращать Да? Да? Благодарю вас Попей На здоровье Хорошее пиво Свежее Попей Попей Ну Смотри Попей Мне нравится Ребята Не нормально Попей 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 Такая акция А вот сами пью Или другие вещи Можно? Да, я не пью Не советую Спасибо, да? Даже бесплатно Спасибо 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 Если вокруг вас происходит что-то занимательное Звоните нам на пейджер Болтком плюс Ажуаш В кинотеатре Рига В кинотеатре Рига снова творилось нечто праздничное С вечера до глубокой ночи Сюда приходили, приезжали и приползали люди Желающие попасть на фестиваль любительского кино Кристо Потапа Детище Латвийского союза кинематографистов и кинофорума «Большой Кристо» Несмотря на скромную рекламную кампанию массовка была плотной Только благодаря оттоку части публики люди не ходили друг у друга по головам В отличие от узконаправленных тусовок того или иного слоя Здесь бешено варились самые разные персонажи От монстров отечественного кинематографа до юных маргиналов и деятелей транса Первым ключевым объектом был главный просмотровый зал На его экране всю ночь напролет потрескивали десятки любительских фильмов Сделанных от чистого сердца Искусство хлынуло в народ и было встречено полным залом Несмотря на то, что внизу развернулась еще одна вечеринка В очередной раз кино «Рига» показал себя как толковое место для толковых мероприятий В залах фестиваля не хватало, пожалуй, только транспаранта Два на семь с половиной с надписью «Ты тоже можешь снимать кино» Однако эта мысль болталась в воздухе и любой мог за ней подпрыгнуть Если кто-то так и сделал, то создатели фестиваля своего добились, за что им и спасибо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бабушки говорят, что после шести утра Когда обессиленная публика почти вся разъехалась кто куда Состоялось торжественное закрытие фестиваля и вручение его наград В героическом акте приняли участие только сами кинематографисты И несколько выживших к тому времени гостей Так что церемония получилась почти что интимной Чем вполне соответствовало настроению фестиваля ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и подходит время ставить точку в нашей сегодняшней передаче Что же ждет нас на следующей неделе, вопросительный знак? Я объясню Младший Хванкин, более известный как Карл Устраивает очередной ахтунг в Театре юного зрителя в Старухе Для непосвященных ахтунгом в Риге называются сборные концерты Разных немейнстримовых групп На сей раз групп будет 10, дата 25 июля суббота Адрес Кунгуела 8 Наверняка в городе будет происходить что-либо еще, о чем мы непременно расскажем в следующих программах На этом все, дежурным афоризмом пилотного выпуска программы Ажуаш новая версия станет наша собственная цитата, звучащая не иначе как Все новое – это хорошо забытый ажуаш Засимбай, встретимся скоро Вот и кончилось кино Всем гулять пора давно Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok